А это вам подарок! Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее! С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И сегодня мы наконец-то занимаемся вашим подарком, который мы обещали на Новый год. Но Новый год уже прошел, он наступил уже второй месяц, и пора всё-таки этим заняться. У нас был вопрос, в котором победил жанр нью-метал. Поэтому будем вам делать нью-метал. Прежде чем мы начнем наш видос, мы просим вас подписаться на наш канал, подписаться на наш паблик ВКонтакте, пройти по всем ссылкам в описании, записываться обязательно на занятия, и не забывать про Donation Alert. Давайте вначале приступим к матчасти. Что такое нью-метал и как его играть? Ну, историю жанра я, конечно, рассказывать же не буду. Вы сами загуглите, вы сами завикипедите. Единственное, что я скажу. Такое дедовское мнение есть, что нью-метал это когда тебе нравятся две ноты, и ты их елдосишь постоянно. Вот я такие две ноты подобрал. И подобрал к ним еще парочку. Что такое вообще в целом нью-метал? Это жанр очень такой экспериментальный. Туда можно много всего напихать, много всего интересного, но главная составная часть, чтобы качало. То есть барабаны у нас должны быть качающие и немножко, знаете, с такой вот, немного съебанцой как бы. Теперь перейдем к основному рифу. Я долго думал, какой бы риф придумать, и поэтому я придумал вот такой. И, собственно говоря. И от этого рифа мы дальше и будем плясать. Вот как бы основной риф записан. Переходим дальше. Что у нас там дальше? А у нас дальше должен быть куплет. А куплеты в нью-металле тоже должны быть с ебанцой. Мы немножко накрутим дилею. Мы немножко добавим, ну не знаю, давайте добавим немножко хорчика. И получится у нас такая тема как. А зачем, собственно говоря, усложнять? Если вы не заметили, а вы вряд ли заметили, я играю с помощью вот этого. Кто понял отсылку, ставь лайк. Но если ты хочешь вот такую же тему, то подписывайся в описании на паблик в мастерской Фауста. Мы тебе распечатаем. Кстати, вот это вот не усики, это пропуск в трусики. Итак, собственно, основную тему мы записали, но этого мало. В куплете еще нужно что-то на фон повесить для чего-нибудь психоделическое, я полагаю. Ну тоже накинем дилейчику, накинем еще и фазеру, чтобы получилось. В принципе, уже как-то доброт не звучит. А теперь нам нужна предприпевная тема, такая эпичная. А может это и будет бридж, не знаю пока. Мы тут тоже усложнять не будем, потому что кто-то усложняет, тот дебил. Но опять же, нам этого мало. Поэтому мы просто-напросто возьмем и спиздим один гениальный шериф у Slipknot. Вы помните Wait'n'Brit играл? Конечно, две ноты это имбецильно звучит, но зато звучит. Итак, давайте вот такую же тему добавим. Вот. А теперь давайте подумаем, какой мог бы быть у нас припев. Ну, мы его тоже усложнять не будем, в принципе, зачем. Ну, вот оно и звучит уже. Но опять же, чего-то не хватает. Нужно каких-нибудь свистелок. Залупа конская, если слушать отдельно, но зато оно звучит в миксе. Ну, а теперь пора записать самый сложный кусок в этом всем. Здорово, правда? Кусок неимоверно был сложный, я аж вспотел. Но надо записать подобный и такой же. Фух. Ну и, собственно говоря, из сверху вакханали нам осталось записать только бас-гитару. И добавить немного синтов. Ну и дело осталось за малым. Осталось добавить пару барабанных переходов. И самое главное, осталось это все скомпоновать в полноценный трек. А на этом у нас все. Осталось трек послать на постобработочке замечательного мужчине Святославу. И с вас, чтобы трек быстрее вышел, подписка, лайк, рассказ об этом видео друзьям, знакомым, кошкам. И обязательно записывайтесь на занятия. Всего вам доброго.